здравствуйте мои дорогие эко-друзья мы с вами находимся в париже париж это не только столица мод это также место где люди неустанно сражаются за свои права именно поэтому здесь я решила снять для вас видео 5 мифов о глобальном потеплении так как сейчас как никогда мы должны сражаться не просто за право на лучшую жизнь но за само существование жизни на планете есть две категории людей которые отрицают глобальное изменение климата первая группа людей это люди которые боятся признаться самим себе что до климат планеты меняется потому что они просто не знают что с этим делать поэтому их ум цепляется как за соломинку за те факты которые им дает вторая группа людей вторая категория людей это люди чей бизнес и влияет на изменение климата на нашей планете они нанимают псевдоученых и журналистов которые врут нам и говорят что нет люди никаким образом не могут повлиять на изменение климата хочу заметить что 99 процентов ученых климатолог согласны что конечно же хозяйственная деятельность человека вызывает глобальные климатические изменения пять лет своей жизни я посвятила изучению экологии я закончила магистратуру по специальности экология это не просто мое хобби я разбираюсь в этом достаточно глубоко не помню ни одного преподавателя в своем университете который сказал бы вы знаете мы никак не влияем на изменения климата как вы думаете почему может быть потому что ни один угольный олигарх не оплачивал им эти речи перед студентами и так вот пять самых распространенных мифов о глобальном потеплении которые вы можете встретить миф номер один до климат планеты меняется но с хозяйственной деятельностью человека это никак не связано так как это естественные ритмы планеты и это неправда климат планеты действительно менялся на протяжении четырех с половиной миллиардов лет но не так быстро естественные циклы планеты могут изменить климат лишь на одну сотую градусов столетия мы же имеем один целых семь десятых градусов за сто лет изменения вызванные естественными ритмами планеты происходят в течение сотен тысяч лет но никак не десятилетий миф номер два нет корреляции между выбросами углекислого газа и глобальным потеплением так как растения используют углекислый газ и это правда растения используют углекислый газ нет ничего страшного в углекислом газе углекислый газ это естественная часть экосистемы планеты проблема в том какое количество co2 вырабатывается нами людьми такого количества углекислого газа не было на планете течение последних 800 тысяч лет и растения просто не могут с этим справиться к тому же растений становится все меньше и меньше все больше лесов вырубается по всему миру в основном для производства нашей пищи и если вы думаете что это невозможно изменить то вы ошибаетесь посмотрите мое видео об урбанических фермах миф номер три антарктида не тает и число полярных медведей возрастает обычно это утверждают люди крайне далекие от изучения данного вопроса лед тает как и таял зимой растет летом тает северная южная полушария просто там марте это максимальный лед в северном и минимальный в антарктиде но и в сентябре минимальный лед в северном океане и максимальный в антарктиде растет лед просто растет вот это все виск о том что нужно бороться с co2 это просто мошенничество в чистом виде так вот ученые которые действительно изучают это говорят антарктида тает 6 раз быстрее чем 40 лет тому назад число полярных медведей стремительно сокращается таяние антарктиды также подтверждается снимками из космоса вы все еще не верите возможно вам стоит посетить гренландию и спросить местных жителей вы же не думаете что они станут вам лгать миф номер четыре глобального потепления нет и это подтверждается аномально холодными зимами глобальное потепление вызывает повышение средней температуры на планете это не только повышает вероятность волн тепла и засухи эти изменения делают экстремальную погоду более вероятной например ураганы и штормы происходят чаще и гораздо интенсивнее также повышаются температурные максимумы и минимумы люди которые говорят что холодные зимы 2018 2019 года в сша и канаде подтверждают что нет глобального потепления просто показывают свою глубокую не образованность в данном вопросе или глубокую бизнес заинтересованность в использовании угля и нефти и последний миф миф номер пять возобновляемая энергия это просто бизнес общественное мнение что возобновляемая энергия намного дороже угля ошибочно солнечная энергия и ветер являются самым дешевым способом производства электроэнергии стоимость возобновляемых источников энергии упала быстрее чем кто-либо мог это ожидать также говорят о том что возобновляемая энергия может использоваться лишь когда ветрено либо солнечно и это неправда промышленность разрабатывает новые способы хранения электроэнергии и управление спросом в пиковые часы это говорит о том что даже когда не дует ветер и не светит солнце мы все еще можем полагаться на возобновляемые источники электроэнергии и так мы с вами рассмотрели пять самых распространенных мифов об изменении климата напишите в комментариях какие мифы о климатических изменениях вы встречали подписывайтесь на мой канал чтобы продолжать совершать это путешествие вместе со мной пока пока